Новый день начинается. Доброе утро. Добрый день. Привет-привет. Вот полуголые люди пошли у меня под окнами. Мужчина с коляской и женщина с коляской. Мужчина голый. И женщина тоже в коротких шортах и в лифчике. Все в наколках. Господи, 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 Господи. Ну, разве это возможно? Почему так люди себя ведут? Почему они ходят голые? Я вот не понимаю этого. Как можно ходить голыми по городу? Ребят, я живу в самом центре. Ну и что, что есть море? Господи, какой ужас. Какой ужас просто. Так, у меня здесь что? Высохло. Моя тоже урочка. Я ее вчера даже не прополоскала. Она вся в соли. Она стоит колом. Купальник прополоскала. Юбка. Так, это я пойду на пляж сегодня. Это мне тоже на пляж. Юбку не стирала, эту не стирала. Эту тоже не прополоскала. Видите, соль. Ну, ничего. Сегодня все сделаю после моря. Здесь у меня все высохло. Нужно убрать. Нужно убрать. Ребята, мне нужно... Хватит уже лежать в кровати. Делать вид, что ты устала. Так, это я волосы собирала с дивана. Типа такой маленький пылесос. Так, это значит у меня вот так вот. Ох, ребята, как же я вчера вкусно приготовила. Просто обалденно. Я вам хочу сказать, тортик вот так понравилось. Очень даже. Это от персика. Только что положила. Посмотрите. Это от сока, от вишневого. Мусор-то я вчера вынесла, а посуду я не успела. Помыть я очень была уставшая. Сейчас буду варить кофе. Ну, может быть, что-то помою. А может быть, и нет. Это мороженое. От мороженого чашечка. Я бабаевский шоколад терла. Так. Ну, ё-моё, целая раковина посуда. Целая раковина. Ну, вот тут я всё, знаете, затёрла аккуратненько. Шоколад. Короче, 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 здесь тоже всё затёрто. Это вот здесь вот сейчас потом уберу. Всё в волосах. Здесь я тоже подобрала. Ребят, я знаете, что думаю? Я думаю, закрыт балкон и включить кондиционер. Вот что я думаю. И пойду сейчас... И пойду сейчас в душ умываться. Видео со вчерашнего дня я только отмонтировала. И вот загружать поставила. Только-только-только. Так, на 28 вполне норм. Двери вот эти вот закрою. Потом открою. Значит, что здесь? Полотенце-то не надо постирать, потому что я свежая достала. Но первоначально мне его нужно зашить, ребята. Ну и всё, собственно говоря. Пошла я в душ. Пошла я в душ. Но для начала я с вами поздороваюсь. Доброе утро, мои хорошие. Добрый день. Новый счастливый день. Как же прекрасно. А, кстати, пока я не забыла. Пока я не забыла. Мне надо, знаете что? Достать, иначе я это никогда не сделаю. Как она? Во-первых, я сейчас надену красную эту штуку на телефон. А второй. А во-вторых, вот мне надо, чтобы достать. Вот. Кольцо надо мне зато вот прилепить. Вот. Потому что это неудобно, крайне, крайне, крайне неудобно. Так, тут телефон где? Вот он. Сейчас положу вот в этот чехол в красный. Вот запачкался, вот надо постирать. Это вот надену. А сейчас пошла я в душ. В душ, чтобы быть чистенькой и аккуратненькой. Ребят, похоже, где вот это полотенце я, а постирала не на той температуре, потому что оно сейчас на мне не сходится. Я же не могла поправиться, да, вот настолько. Оно не сходится на мне. Видимо, я мастерица постирала его на температуре, на непозволительной. Блядь, идиотка, а. Вот идиотка, все испортила. Ну, в принципе, я не особо-то и дорожила. Так, вот это вот мне. Чистить зубки. Чистить зубки. И надо одеться, потому что в этом полотенце я пока ходить не могу, потому что оно расходится. А за два платья я не могу отказаться. И такое удобное. Господи, оно такое удобное. Ммм, почистила зубки, умылась. Так, это все кайфуши, кайфуши. Водичка стечет. Из лейки я ее подниму. Коврик подниму потом наверх. Так, это мне, это мне зашить, потом бросить в стирку. Это мне нужно достать сейчас штатив. Штатив, штатив, штатив. Ребятки, телефон уже. Часы же сейчас работают. Прекрасно. Прекрасно просто. Так, включим новости. Включим новости. И я что хочу сказать. После чистки, после обслуживания кондиционеры начали лучше работать. Сто процентов начали лучше работать. Ну, ты ключи что-то или что? Дайте, делайте. Так, так, шоу, а нам нужны новости. Подожди, ну, она же у нас одна. Нет. Как мама. Как мама. Подожди. Ладно, не унывали. Подожди, я же... Тут тоже батарейки, что ли, что-то не унывали. Будет за... Вот. Вот. А нет. Все вернемся домой. Все вернемся домой, и победа будет за нами. Конечно, ребята, мы даже вас не сомневаемся. Очень вкусно. А я не удивилась, я не удивилась нисколько, потому что курица... Ой, потому что мясо с картошкой никогда не может быть проигрышным вариантом. Никогда, ребята. Его невозможно испортить. А, кстати, знаете, вот... Тортик-то у меня особо раньше не ел никогда... Как он? Особо не ел никогда картошку. И он ест ее с таким удовольствием. Это вообще... Я должен тебя, глядь, сделать. Я просто кофе хочу. Я вечером вчера... Арбуз, по-моему, кофе. Я вечером вчера... Доела остатки. Когда малыш пошел, думаю, что ничего будет оставаться. Что там с горстучкой там осталось. И я села, еще поела. И я заснула вчера сытненькая. Что дало мне силы сегодня, грубо говоря, и бездельничать до 12 часов дня, не вставая с кровати. Вот это клево, конечно, что у меня есть такая возможность. Я просто обожаю свою жизнь. Надо волосы расписать. Так, новости, новости, новости. Сегодня вторник. Ребята, не знаю, на рынок, скорее всего, не пойду. Скорее всего, не пойду. Кофе. Жарко слишком, я лучше пойду на море плавать. А вечером может быть прямой эффект. Потому что сегодня мы с малышом своим не видимся. Потому что, потому что, потому что вчера случилось одно очень важное событие. Сихонечкой, пожалуйста. Так, громко работает? Так. Это, короче, мой малыш вчера купил. Ко мне уже пришел. После работы пошел, купил мотоцикл. Только вчера. Только вчера купил мотоцикл, а сегодня после работы, после четырех, ему сказали, что можно уже забирать. И более того, сейчас он будет учиться в автошколе. На категорию А. На категорию А будет учиться. Скоро будет ездить на мотоцикле. Вот так вот. В субботу он ходил, смотрел мотоцикл. Мы с ним вместе выбирали. Ну, как я была дома, я думала вообще изначально, что он пойдет с Сержаном. Потому что они до этого договаривались, что тот вроде как приедет из своей Газипаши или Кыргаджак. Где он там живет? Ну, короче, где-то там. Вот. Сержант Едема приехал немножко позже. Владимир Владимирович встал на колени и поклоняется памятнику. Возложение отставов памятнику дерево скорби. Какой у нас президент? В Беслам, понимаете? Приехали в Беслам. Ой, какое же горе произошло в Бесламе там сколько лет назад. Первое сентября для людей обернулось таким ужасом. Малышок мне посылал фотографии и мы с ним выбирали вместе мотоцикл. А Сержант приехал чуть позднее. Ну, второй магазин и третий они уже с Сержантом вместе пошли. Ну, вот, короче. Мой малыш купил мотоцикл. И я пообещала, так как я на этом настаивала сама, а в Турции не принято, ну, не турок, но в Турции не принято, чтобы, чтобы, чтобы носить шлем. Тут мало кто его носит. Я говорю, я тебе подарю шлем. Я говорю, ты обещаешь его носить? Обещаю. Я ему куплю мотоциклетный шлем в подарок. И вчера лежали и смотрели цены на Триндиоле. На Триндиоле и на Кэпси Бурадан. Слушайте, такие цены, ну, просто аховые. И зашли к нам на ВВ. Не очень, да? Нет, слушайте, у меня же еще прозрачный должен быть чехол. Вот же. Я хочу сохранить очень красивый цвет вот у 54-й модели. Этот уже устал, видите, да, он такой грязный стал. Красный, а с красным что? На красном нет этой пипки. И тут нет пипки. Тут можно карту положить. Ну, короче. Ну, короче, короче, короче. Сейчас я вот так от вас поставлю. Кофе сварится? Кофе сварится, кофе сварится. Я сразу покупала на этот телефон три чехла на 54-й. И вот, видите, он все еще даже не израсходован. Один новый. В красном ходила, в этом ходила. О! Красивые. И карточка, да, влезет? Не очень удобно, конечно, это будет. Только если ее доставать постоянно. Ну, красивенький, да, такой? Аккуратный. Так, все прекрасно. Это надо выбросить. Это надо выбросить. Вот у меня два чехла. Я бы с красным с удовольствием ходила бы, но у меня нет видов этой кнопки. А этот... Ну, короче, уберу сейчас. Вот выбросим. Зачем я тут всякие прокладыши? Зачем я тут? Трудой заниматься. А вот на этот телефон, который я снимаю, надо надеть кольцо. Надо прикрепить кольцо. Вот это вот. Чтобы было удобно, чтобы можно было бы и плавать в море. Ну, конечно. Вот. Потому что я, знаете, как сказать, я его держу. Во-первых, чуть это плотнее возьмешь, закроешь динамик. И чуть что он у тебя выпадет, а на кольце он сидит плотно. Вот так вот. Вот так вот. Что-то мне так попов херачат. Ну, что там от них ждать-то еще? Ждать-то больше нечего от этих людей. А, знаете что? Я вот что я придумала. Я мороженого с кофе поем. Да. Мороженого. Мороженого и шоколад потру сверху. Вот это будет кайф. Вот. 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 Так. А я не купила фолиевую кислоту. А завтра, то есть в среду, мой малышок пойдет в спортклуб. А после спортклуба камни. Вот. Это завтра будет. А сегодня он поедет после работы, и с этим он работает до половины шестого, и поедет забирать мотоцикл. А потом домой, а потом покушать надо, он же устал немножко отдохнуть, а потом помолиться, омовение сделать, помолиться, и там уже ночь на дворе. Это не шутки. А еще же жара, это же все накладывает. От печалка, что человек весь день работал, он мне говорит, он мне так никогда не говорил. Я говорю, на работе до такой степени это дело не получалось. Не получалась одна операция. Я говорю, я думала, вообще, мне аж голова заболела. Там определенную функцию выполняет. Я говорю, а был человек, кто рядом, кто может помочь? Он говорит, нет. Ну, кто говорит? Ну, я понимаю, что он сам умный. Как что-то мороженое, каймак внутри. Дон-дурма с каймаком. Какая-то золотая серия. Я не помню, сколько стоит, недорого в Айрисбе. Решила ее покупать с наполнителями. Во-первых, наполнитель, это дополнительная химия. Ну, на что она нужна? Давайте говорить прямо. Там не кладут свежие ягоды. Ну, я вот, в общем, решила, думаю, у меня столько шоколада, натурального, натурального шоколада, почему я не могу потереть шоколад? Ну, и что, без рук, что ли, или что? Ну, вот, в общем, в общем, в общем, в общем, немножко подтает, шоколад разойдется. Получилось не крошкой, а получился, а он лежал здесь ночь, я вчера тема, он лежал здесь ночь, шоколад, и он не растаял. Но вчера, как того малыша, он был мелкий, он был прям стружкой. Он был из холодильника, шоколад у него. Я же достала его из холодильника, и поэтому... А сейчас посмотрите, какое получилось. Вы гляньте. Как говно, да? А арбуз остынет, буду кушать. Кофе сварится, буду пить. Я пошла расчесывать волосы. Вот так вот. Я пошла расчесывать волосы, волосы. Нужно сначала помыть руки, потому что они все шоколадят. Слушайте, как это классно, вот когда у тебя все, когда ты все успеваешь. Как это классно. Вот я вчера пошла на море, я просто кайфанула. Я такой, я больше двух часов парла. Я просто кайфанула. Это было настолько потрясающе. Я пришла домой, ребят, я вымылась, я вымылась голову, я сама пошорхала. Я приготовила эту дуку. Она имела не очень презентабельный вид. Я клянусь, она была вкусная. Вот клянусь. А я еще тортику своему отправляла видео в начале седьмого. В несколько минут седьмого. Он говорит, я уже подхожу. Я говорю, он такой, красавица, ты дома моя? Моя красавица, ты дома? Я говорю, Я говорю, а ты где? Он говорит, я уже иду. И чуть-чуть я говорю, ну мы же, а раз он пришел чуть позднее, немножко позднее, чем я думала, он придет. И это, я его спрашиваю, мы вдвоем поедим или вы уже поужинали? Он говорит, я уже, я не ел. Я говорю, все отлично. И я ему говорю, только, пожалуйста, не смейся. Я готовила еду, но что-то пошло не так. Какая-то, картошка стала как каша, превратилась в кашу. Пожалуйста, не смейся, он наставит такую лявцу, что он прям ржет угорает. Он говорит, ну давай посмотрим, шеф Инна. И я ему рассказала, не вот, я говорю, знаешь, у нас есть такой литов, я пытаюсь, попытаюсь его рассказать, но, как бы, и учитывая то, что тонкости перевода, может быть, ты не поймешь. Я говорю, давайте сразу же смыслу расскажу. Муж суховой, муж с женой поженились, и жена вообще не умела готовить. И с каждым разом все хуже и хуже. Ну, невкусно, и подгорает, и кислое, короче, все плохо. и супруг записал женщину на кулинарные курсы и говорит, он постоянно кушал с аппетитом и постоянно ее хвалил. Как вкусно, моя дорогая, как вкусно. А потом купил ей абонемент на кулинарные курсы и сказал, иди, моя хорошая, иди, и научи их там всех, как нужно готовить. И я говорю, вот я ему рассказала, говорю, а как ты понял смысл этого анекдота? Мы же через переводчик общаемся, мы же говорим там в разных временах, в разных родах. А переводчик просто турецкий, он не, так сказать, он не, он не, ну, короче, он херово работал, потому что английский переводчик, он более дословный, он более перевел суть. Все остальные переводчики сделаны на базе английского языка, то есть, чтобы вы понимали. И он говорит, он жену свою, он жену свою настолько любил, что он ее всегда хвалил, верил в ее силы, и, чтобы ей гордиться, я говорю, правильно, правильно говорю. Значит, говорю, переводчик передал в этот раз смысл правильно. А на самом деле, каждое пятое сообщение, вот отправленное через переводчик, его надо проверять. Я всегда туда-обратно где бы вставила, как с русского на турецкий, с турецкого на русский, правильно ли передается смысл. Сейчас я уже знаю многие слова, и я, и я вникаю, я уже смотрю, я уже убираю, я уже редактирую турецкий текст. Вот так вот. Вот так вот. Посуду помоем. На балкон сегодня не пойдем, жарковато. Я выпью кофе и пойду плавать. А вечером, вечером, после предусморья, может быть, выпьем шампанского. Сегодня вас на море брать не буду. Кстати, мне нужно открыть сейчас влог. Он, наверное, загрузился уже. неправильно. наверное, сейчас загрузится уже. И, 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 там, 39 что ли минут. Посмотрю, сколько осталось. Грузится он с этого телефона, а я могу посмотреть на этом, потому что у меня везде я не напалом. Угу, 39 минут, 6 секунд. Еще 21 минута до окончания загрузки. Ну, все. О, ок, подождем, подождем. Подождем, подождем, подождем. Третья. А, крепенький кофеечек, крепенький кофеечек. Немножко остынет. Вот здесь вот буду сидеть. Наташи с Вадимом привезли. Вот сюда я уже не сяду, потому что очень дует. Ребята очень дуют. Сяду туда вбок. И знаете, что я хочу открыть? Вот эта вот дверь, чтобы температура везде была одна. Помещение, потому что там вещи, вот в шкафу, чтобы не было влажности. Вот здесь вот, потому что, видите, да? Ну, мы по календарю увидим, что влажность в доме есть. А учитывая то, что ребята, это, хотя, хотя, он такой и был. Не хочу сказать, что календарь. Потому что, когда я его везла, он был, он был в комочек скрученный. Он, может быть, такой и был. Ну-ка, подождите, я сейчас проверю. А, хотя, вот по этим, вот этим не проверить, потому что эти несколько дней лежали на балконе. там, температура квартиры была. У них несколько дней лежали на балконе. Ммм, прекрасное место. Прекрасно. Это вот я могу, знаете, вот эти вот орешки, вот эти вот, печеньки, вместо хлеба. Вместо хлеба, когда какой-нибудь салатик, как-то, конечно, маловероятно, что они спинутся. Ну, что хотела сделать? Я хотела ложка для, ложка для мороженого, ложка для арбуза. Обалденный арбуз. 17 килограмм. В субботу мой тартик принес. И заюз вверх. Вчера спрашивала, будешь, будешь, этот, арбузом, он говорит, у меня дома есть. Мотоцикл стоит 83 тысячи. А, подожди, не 83. Подожди. М-м-м. 83, правильно говорю. 83 тысячи турецких лир. Мотоцикл. Нет, не 83. подожди. 830 же не может быть. 83, 83. Угу. Новый. Белого цвета. Из салона. А поддерживанный стоят 65. Да-да-да-да, 83. Мне что-то, знаете, то ли 83, то ли 830. Ну, 830 я же не могу планировать. Уже квартира по 2 миллиона стоит. Турецких лир имеется в виду. не знаю, какая мощность двигателя. На год взял. Показал мне рассрочку. каждый месяц будет платить по 7 тысяч лир. Малыш, как ты будешь выживать? У тебя работа, у тебя зарплата 43. 25 нужно отдавать за квартиру каждый месяц. А ему сейчас еще 7 за матом цикл. Ну, короче, по 200 лир будет брат, который в Америке живет. По 200 долларов будет ему присылать брат. Каждый месяц до Нового года. А потом мой умница-то говорит. Тортик-то мой умный. Говорит. А с Нового года у нас будет повышение зарплаты. Я говорю, ты не хочешь старую работу найти? Он говорит. Я уже думала об этом. с кем ты можешь работать? Он говорит. Любой квалифицированный труд, любой неквалифицированный труд. Могу, говорит, уборщиком помещений. Могу, говорит, по части электрики. Могу работать в банке. Могу работать в сфере животноводства. Вот в сфере животноводства это мне, я просто думала, я думала, у меня слезы из глаз полиются от гордости. Могу работать в сфере животноводства. То есть, понимаете, да, какие он? могу любой неквалифицированный труд. Я говорю, на выходные нашел бы работу? Он говорит, нашел бы. Мой уница. Барах сказал, поможет. Я говорю, это же не хорошо брать деньги. Он говорит, как заведено Владивосток в лес наводнении. Машины грузовые до пояса, до половины в Владивосток Приморский край. Работа по ликвидации последствий непогоды продолжается по засуточному решению. ой, уже блядь. Крепота я ему помогу. Густимой дорогой. Два года назад погибла Дарья Дугина. Уже два года прошло. Очень вкусно. шоколад надо же, шоколад потерся. Я не ожидала, что он будет так. тортик так красиво, стружечка была. Ребята, он уже охладил помещение. Так вот, да, сделала? На 30. На 30, чтобы воздух посушил. На 30, да. на балкон сейчас не пойдем, потому что два часа жарковато. Молодая девушка, да? Убилась. красивая девушка, показывает фотографию. Сейчас видеоряд, видимо, публикация, где она принимала участие и интервью отца. Как вкусно жить? Как вкусно жить? Хотите прямой эфир? Пишите. Как вкусно. Ммм. На сутки, за сутки потери ВСУ не успел отрешать. Нанесены новые удары по резервам украинских сил. В Сумской области поражена техника и личный состав. Путин в рамках рабочей поездки в СКФО посетил садоводческие хозяйства ООО Агро 07 и в Кабардино-Балкарии. Сегодня вторник. Так, на базар не пойду. Пойду на пляж. Пойду плавать. Как-то я кнопки... А, вот же, блядь, кнопки-то. Чехол-то прозрачный, я не вижу, кнопки-то, как это было. А, вот так вот лучше. Я арбуз. и мороженое красота за время боев на Курском направлении потеряли 4130 военных как хорошо как же вкусно как же вкусно ребят, мне надо видео открыть позвонить надо я заканчиваю видео и пойду скоро на пляж пойду на пляж так много надо практически допила уже Владимир Владимирович наш самый лучший президент посещение международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма Беслан школа номер один какое горе было у людей какое горе у людей так, мне нужно открыть видео ой, так приятно держать в новой чехле так приятно так приятно так приятно так приятно Ленка написала что-то звенку так и будет Инночка так, ну это ладно так и будет Инночка так и будет Инночка это я все знаю это я все знаю так, главное сначала любить себя а потом уже своего мужчину проверяем монетизация проставлена ограниченный доступ делаем открытым время 14.32 все прекрасно где вам кофе? ой, как же кайфово ой, как же кайфово господи, спасибо господи, спасибо у меня здесь на этом телефоне на этом телефоне все вычисло кондиционер включу смотрите, кондиционер для волос есть, да? кондиционер для белья это кондиционер все кондиционер вкусно мороженое подпаяло все, мои котики пока, пока, пока время 14.33 я смонтировал видео пока оно будет монтироваться я помою посуду и пойду и в 3 часа где-то пойду уже на пляж очень хорошо вручает эта белая тужурка очень хорошо ребята, это вообще просто кайф как настоящий, да? я сделаю так потом приду и соберу что там с лолой у меня? дожди надо лолочку проверить так, лолочка нормальная еще горшочек тяжелый то есть водичка там есть корешки питает это тоже поливала поливала его, знаете, вот этот вот цветок остатками из чайника вот этот чайник я выливала ой, скорее, скорее, скорее у нас 41 градус по ощущениям 41 на телефоне 34 по ощущениям 41 зашью пока еще буду сидеть монтируется зашью и брошу в стирку охаю, ахаю, вздохаю серьезно, жара утомляет утомленное солнце все пока все пока пожалуйста